Накануне Андрей Травников побывал с рабочим визитом в Карасукском районе. В частности, глава региона оценил, как там реализуют проект «Комфортная городская среда». Подробности в сюжете Яна Рагули. Карасукский район – южный форпост региона, граничит с Алтайским краем и Казахстаном. Международный автомобильный пункт пропуска стал первым объектом, который посетил Андрей Травников. Как реализуют проект «Комфортная городская среда» показали на примере микрорайона «Кутузовский». Там провели работы по благоустройству дворов. Здесь же построили дома для переселения из ветхих бараков. Как живется в новых квартирах, исполняющий обязанности губернатора поинтересовался лично. Тепло, светло, нормально. Еще не благоустроили территорию? Нет, ничего, нормально. Посетил глава и технический лицей, в котором сегодня обучается почти тысяча детей. В лицее работает инженерно-технологический центр. Это минимизированная модель детского технопарка. В расписании у них стоят такие предметы, спецкурсы, вернее, точнее сказать. Мехатроника, технопредпринимательство, работают на фрезерных станках с числовым программным управлением, занимаются авиамоделизмом. Ребята, которые поменьше, еще не ученики инженерных классов, мы им предлагаем возможность позаниматься шахматами. Конструктор Кубора, у них есть судомоделирование. Таким образом развиваем инженерное направление. Учащиеся лицея продемонстрировали модель квадрокоптера. Детали для него вырезали на специальном станке, который тоже собрали сами. Зимний вариант и более летний. И на этих квадрокоптерах можно летать от первого лица, поставив камеру в кабину пилота. Все запретено нами. О проблемах и планах социально-экономического развития говорили в администрации района. Жители интересовали вопрос ремонта дорог, поддержки сельских ТОСов. На совещании презентовали два инвестиционных проекта, один из которых позволил бы заняться глубокой переработкой зерна, а второй – молока. Андрей Травников пообещал им поддержку. Общее впечатление о Карасукском районе достаточно позитивное. Я считаю, что у района есть будущее. Нужно только способствовать появлению вот таких новых проектов, которые будут способствовать развитию как традиционного производства, в первую очередь, сельхозпроизводства, так и появлению, может быть, каких-то новых предприятий. Более детальное знакомство с Карасукским районом Андрей Травников продолжит в следующем году. А пока в планах исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области – поездки в другие точки на карте области. Яна Рагуля, Артём Медведев, Новости ОТС.